Накануне сотрудники МЧС России села Цаган-Усун на эролодке эвакуировали женщину, которую укусила змея. В поселке Наушке ее передали врачам скорой медицинской помощи. За предыдущие сутки спасателями оказана адресная помощь 45 жителям. Доставлено 150 литров бутилированной воды и 150 буханок хлеба. Тем временем в Кяхтинском районе начала отступать большая вода. В настоящий момент, по данным гидропоста в населенном пункте Наушке, уровень воды в реке Селинга понизился и составляет 500 сантиметров. В трех населенных пунктах Кяхтинского района остаются потоплены 86 домов и 220 приусадебных участков. К другим темам. Сегодня ночью на Удинском мосту произошло ДТП. По словам аварийных комиссаров, водитель Хонды не справился с управлением и влетел в отбойник. Чудом никто не пострадал. Все обстоятельства происшествия выясняются. А вот житель Иволгинского района получит срок за вождение в нетрезвом виде. Вечером 24 июня на втором километре автодороги Орангой-Гонзурино экипаж ДПС остановил Волгу. В ходе проверки выяснилось, что 50-летний мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки документов полицейскими было установлено, что в июне прошлого года мужчине было назначено наказание за повторное управление транспортным средством в состоянии пьяни в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на срок 2 года. Однако должных выводов нарушитель для себя не сделал и вновь сел за руль транспортного средства в нетрезвом виде. Суд приговорил мужчину к одному году и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его лишили права управления транспортным средством на 3 года. Все, производим выпуск. Бурова медвежонка. Этот маленький медвежонок несколько дней бегал по улицам Закаменска в поисках мамы. Сотрудники Бурприроднадзора отловили Косолапова и выпустили в естественную среду обитания. Если медведица найдет своего малыша, то они уйдут вместе в лес. Если же нет, то он будет передан в приют для животных. А вот осень решила вступить в свои права. 3 и 4 сентября по республике ожидается ухудшение погоды. Согласно прогнозу, в Бурятии будут дожди, ветра, а в горах возможен снег. В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеоявлений повышается риск возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций. Главным управлением ЧСР по республике Бурятия проводится комплекс примитивных мероприятий. Детализированный прогноз, а также подробная информация доведена до всех заинтересованных органов управления. Проводится информированное население. Напоминаем, в случае возникновения опасности звоните по телефону 101 и 112. Эксина Лестратова, Новости дня.